Ульяновские бизнесмены помогут власти. Глава региона поручил ведущим предпринимателям в двухнедельный срок продумать основания для внесения дополнительных изменений в указ о повышенной готовности. Руководители ведущих объединений предпринимателей региона предоставили отчёт о проделанной работе за нелёгкий 2020 год, а также предложили свои идеи в сфере лёгкой промышленности и туризма. Хотелось бы, чтобы мы не только быстрее вернулись к обычной жизни, которой привыкли до пандемии, которую, может быть, так не ценили, как сейчас ценим, но и одновременно добавили яркости, позитивов в нашей совместной работе или в нашем сотрудничестве. На сегодняшний день уже внесён ряд изменений в указ губернатора о режиме повышенной готовности. Напомним, кафе и рестораны теперь работают до 23.00. Открылись детские игровые центры, увеличилось допустимое количество зрителей на концертах и спортивных мероприятиях. По словам Сергея Морозова, статистика по распространению коронавирусной инфекции вселяет осторожный, но оптимизм. Нам удалось выйти на траекторию резкого достаточно сокращения распространения этой болезни, сокращения количества людей, которые заболевают, рост количества выздоровевших, ну и масса других таких положительных моментов. В связи с эпидемиологической обстановкой владельцы бизнеса потерпели ряд убытков, но введённые правительством меры антикризисной поддержки помогли бизнесу остаться на плаву. Напомним, была снижена цена на арендную плату помещений, можно было воспользоваться отсрочкой по уплате налогов, действовали пониженные тарифы страховых взносов. Слаженное взаимодействие региональной власти и предпринимателей поддерживает глава региона. На сегодняшний день разрабатывается шестой пакет мер антикризисной поддержки. В конце прошлого года губернаторам, законодательным собранием региона были приняты системные решения в виде налоговых льгот. По целому ряду видов деятельности в особо пострадавших сферах от пандемии снижены налоговые ставки на 2021 год до 1% по СН и также до 5%, если это доходы минус расходы, это одна из таких системных мер. Пострадал и гостиничный бизнес, но многие нашли решение. К примеру, встреча с предпринимателями проходила в гостинице «Артульяновск», где после рабочей смены отдыхают медработники Центральной городской клинической больницы. На выделенные правительством средства свыше 150 врачей обеспечены комфортными условиями проживания. Они штатно отдыхают, потому что у них достаточно напряженные смены и графики работы. Они отдыхают, питаются, мы обеспечиваем их трехразовым питанием, то есть это завтра, обед, ужин. Питание прекрасное, сбалансированное, горячее, естественно. Поэтому их отдыху и спокойному времяпровождению, помимо смен в горячих зонах, горячих точках, мы полностью способствуем. Всего в регионе для программы реабилитации врачей во время борьбы с коронавирусной инфекцией выбрано пять санаториев и два филиала гостиничного комплекса. Александра Никитина, Артем Куранов. Новости Управды ТВ.